С вопроса охраны труда началось сегодня с заседания кабинета министров Чувашии. Глава Чувашии поставил задачу перед всеми руководителями ведомств строго контролировать соблюдение правил безопасности на производствах. Сегодняшний случай, конечно, вопиющий, но все же единичный. В последние годы показатели производственного травматизма в республике снижаются. Министр труда и социальной защиты Сергей Дмитриев представил доклад о состоянии условий и охраны труда в республике в 2015 году. Отдельные нарушения в сфере охраны труда на предприятиях наблюдаются, но в то же время в республике уровень производственного травматизма падает. Так, за последние пять лет относительные показатели снизились почти в полтора раза. Наша общая задача – не допускать ни одного нарушения на производстве, проводить и организовывать мероприятия на, прежде всего, повышение культуры производства, соблюдение правил техники безопасности и тем самым сохранение жизни и здоровья граждан Чувашской республики. Глава Чувашии подчеркнул, что безопасность людей – безусловный приоритет. Он поручил усилить работу по улучшению условий и охране труда. Это, в свою очередь, поможет повысить престиж рабочих профессий и создать новые высокотехнологичные рабочие места. Кстати, как они будут создаваться, прописано в новом документе, который утвердили министры. Специнвестконтракт – это договор региона с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Инвестор должен вложить не менее 100 миллионов рублей и создать от 50 до 150 новых рабочих мест. Михаил Игнатьев сообщил, что Чувашия получает из федерального бюджета 500 миллионов рублей. Еще почти 4 миллиона республика получит на софинансирование программы по развитию молодежного предпринимательства. Это тоже наша инициатива, дополнительное распределение средств. Поэтому прошу МИНЕК с отраслевыми министерствами, с министерством образования отработать все полностью и так далее. И каждый рубль должен быть направлен на получение результата. Министр физической культуры и спорта Сергей Шелтуков рассказал о результатах целевой программы развития физкультуры и спорта, которая закончила действовать в 2015 году. Республике удалось построить и капитально отремонтировать спортивные объекты. Выросло количество систематически занимающихся физкультурой. По статистическим данным, на начало 2016 года в республике функционирует более 3900 различных спортивных сооружений, в которых одновременно могут заниматься спортом до 100 тысяч человек. В Чувашии построены и реконструированы более 50 крупных спортивных объектов, вложено свыше 6 миллиардов рублей, половина из которых средств федерального бюджета. В каждом районном центре возведены универсальные спортивные комплексы. На строительство и реконструкцию спортивных объектов в 2015 году направлено из федерального центра 350 миллионов, из республиканского и муниципальных бюджетов более 400 миллионов. В 2016 году появится новый центр маутинбайка и биатлона, комплекс для ДЮ США по настольному теннису и стрельбе из лука. Приоритетным для республики является и развитие олимпийских, паралимпийских и базовых видов спорта, их в Чувашии 13, в том числе и конный спорт. Оказывается, поддержка и спортсменам, и их тренерам. Михаил Игнатьев отметил, необходимо активнее пропагандировать здоровый образ жизни и поддерживать спорт высших достижений. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Республика.